Здравствуйте, Леон! Что человек там, я не знаю, зачем надо было становиться коленом на горло человеку, и если бы это был не тренированный какой-то там сотрудник полиции, то, что там новичок, да и то, они проходят академию, они уже знают, как это может повлиять на человека, когда ты перекрываешь сонную артерию и прочее. А тут, в общем, как бы полицейский офицер с серьезным стажем, и там не было вырываний, не было драки. То есть, я понимаю, что задерживали они его, насколько я знаю обстоятельства дела, по какой-то причине, но задержали, но остановили. Но так, чтобы вот, я опять же понимаю, что никто специально убивать не хотел, потому что там не должно происходить ни с кем, точка. Какой бы человек, что называется, не был. Не для того у нас полиция, так сказать, чтобы творить какой-то самосуд, даже если они решили, что он очень плохой человек. Полиция для того, чтобы спокойствие было на улицах, спокойствие было в жизни, спокойствие и прочее. И решать проблемы, которые у нас, так сказать, возникают с людьми, которые это спокойствие нарушают, преступниками, да, которые приступают к закону. Но проблема, так сказать, сейчас проблема даже не в этом. Конечно, будет суд, конечно, будет нормальный суд, я уверен в этом, тем более, что сегодня и Белый дом обратил внимание с самого начала на эту историю, и она большая ласка произошла. К сожалению, мы уже видели много судов и много решений, которые не соответствуют, честно говоря, правам, которые человеку даны, обязанностям, которые даны в Америке. Например, мы помним эту чукагскую историю про актера, который пошел и выдумал, черный, значит, тот самый афроамериканец, который пошел и выдумал, что на него напали трамписты, которые кричали ему, что это, значит, вот территория, значит, Трампа, мага-кантри, мага-страна. Вот, а издевались над ним всяческое, а потом выяснилось, что он все это выдумал, заплатил людям, которые на него якобы напали, сам покупал, так сказать, все, чем его связывали, там, и т.д. и т.п. Вот, так что я не думаю, что в этом случае удастся кому-то подтасовать, что-то не будет, конечно, суд. Теперь переходя к тому, что творится сейчас. Творится, вот, насколько ужасно преступление, вот, ответ на него, реакция на него в сто раз ужаснее. Потому что банды людей, значит, помчались по магазинам и на улице начали сжечь машины, так прямо им обидно стало, что должны машины сжечь. Вот, если вам обидно стало, вышли там на демонстрацию, на митинг, поговорили, потребовали, потребовали, что пришел к вам сейчас полицейский комиссионер, начальник полиции города, да, пришел бы, что он к мэр, чтобы объяснялись, я не знаю, ты губернатор, причались бы, конечно, потому что там была бы вся пресса, нет. Они занялись тем, что они начали разбивать окна в магазинах, залезать туда, подвозить тележки и машины, утаскивать. Я видел, так сказать, показывали по телевидению, значит, машина подошла, из нее вытащили тележку, на эту тележку загрузили там 5-6 телевизоров, еще что-то такое большое в коробках, и увезли, и начали складывать в машину. После чего, значит, один с другим, туда шли люди толпой, бежали, хватали, кто что мог, потом другой магазин, третий, четвертый, сетевые, маленькие, большие, неважно какие, грабить, а потом после того, как они все это грабили, выливали бензин и поджигали это все. А все остальные толпились, значит, вот радостно кричали, ура, ура, значит, оно горит. Такое впечатление, что мы, я не знаю, там, так сказать, в 15 веков, в 20 веков тому назад в Африке вокруг костра все прыгали. Вот, Африку я не имел в виду, те люди, которые это делали. Вот, в Европе тоже вокруг костра прыгали, но, правда, раньше, на несколько веков. Ужасно то, что сейчас происходит, совершенно кошмарно, ужасно, что мы не можем это остановить, ужасно, что этим людям, хотя, так сказать, их лица снимаются, их видно, как они заходят, как они вытаскивают, ничего не будет. Ничего не будет. Вот, и ужасно, что все это спишется, ужасно, потому что, так сказать, они, что называется, рубят сук, на котором сидят, если у них была там какая-то, более-менее, нормальная жизнь в этом райончике, да, то они в этом районе, не знаю, в городе, в районе города, они эту жизнь уничтожили, очень часто годами не могут восстановить нормальную жизнь, обычно, так сказать, эти кварталы идут вниз, и вниз, и вниз, и в них смысла не имеет никому вкладывать денег, искусство не имеет опять, так сказать, въезжать и снова что-то перестраивать, то есть иногда годами занимает залечить вот эту вот экономическую рану, и визуальную, ты будешь заходить в этот район и видеть сразу, потому что там что-то такое происходило, кошмарное, разрушенное, там, сожженное, а потом годами все это будет, если будет чиниться. Поэтому иногда случаются случаи, когда вот такое вот никогда, так сказать, не чиниться, никогда не приходит в себя, так сказать, люди начинают нормально оттуда уезжать, заселяют сюда бомжи, заселяют сюда, так сказать, то, что называлось когда-то, люмпины, в Советском Союзе, там, в Германии, на самом деле, это немецкое слово, вот, и это ужасно для населения города, то есть они сами себе, вот, они сами себе делают плохо, но, судя по всему, так это происходит постоянно, значит, любой ответ толпы в Америке теперь стал это выбежать, начать громить, переворачивать машины, сжигать их, разрушать магазины и воровать оттуда все, что можно, то они уже приучились к этому телевидению, это показывают, и то самое главное, что большинство телевидения, там, всякие CNN, NBC, ABC и тому подобное, называют их, это протестное движение, они бандиты, нет, это протестное движение, и у них берут интервью, и они стоят с этими повязками, повязанными, значит, и говорят, что они отомстят за брата, одновременно с этим они воруют телевизоры, там, так сказать, холодильники и тому подобное, изможают еду, там, и тому подобное из магазинов, этим они мстят за брата. Ну, в общем, ну, в общем, давили Америку, вот сколько, так сказать, лет Трамп держал Америку, ничего такого, в общем, не происходило, только в самом начале его управления, потом полиция пришла в себя и тому подобное, стала нормально, так сказать, реагировать на такое, а сейчас вот что-то происходит, когда вот этот кошмар, значит, с устройством, где-то истерики по всей Америке и по всему миру пора про нашу эту самую эпидемию и тому подобное, у людей опять расшатались нервы, а кто-то решил, что у государства теперь сил сейчас не будет с ними справляться и снова им дадут делать все, что они хотят. Вот, они хотят грабить, хотят веселиться на улицах, поджигать, толкаться, там, бить кого-то, там, воровать сумочки, там, и тому подобное, это они будут этим заниматься, к огромному сожалению. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, слушаем вас. Не получилось. Перезвоните, пожалуйста, 847-4-0-0-5-2-0-0. Телефон нашей студии. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Да, ситуация скверная. И, надо сказать, выступал губернатор штата и довольно такое выдержанное было выступление. Ну, то есть, отличается от обычных демократических выступлений, которые начинают со слов, типа, во всем виноват Трамп. Вот он, так сказать, распаляет расизм, вот он, так сказать, приветствует этих белых супремасистов, и вот поэтому все происходит. Но вот губернатор Миннесоты выступил более-менее сдержанно, в отличие от мэра Миннеаполиса. Я уже сегодня говорю о том, что он мне внешне даже напоминает этого Трюдо молодого, канадского, и такой же бестолковый, безмозглый. И в его планах нет, так сказать, остановить то безобразие, которое там происходит. Он сказал, что это протест, и люди имеют право на протест. Правильно, они имеют право разрушать имущество других людей, потому что у них плохое настроение. И, кстати сказать, благодаря второй поправке Конституции, там некоторые люди вышли охранять свои собственные бизнесы с автоматическими винтовками, что спасло их бизнес. Как в свое время, в 60-е, по-моему, в Калифорнии корейцы отстояли свои бизнесы, вооружившись и не допустив погромов. Более того, они залезли на крыши не очень высоких домов, и прямо там с винтовками стояли, и как только кто-то заходил на улицу, давали предупредительные в землю рядом с этими людьми под ногами. И все. Никто ничего не тронул, никто не зашел. Выяснилось, что сумасшедшие и обиженные люди не настолько сошли с ума. — Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. — У меня немножко другой тема вопрос. Я читал, Леон, ваш ролик на YouTube, оно об указе Трампа. Скажите, я вот читал часто жалобы тех, кто ведут эти вот ролики, что часто и их ролики убирают, и прочий произвол, который делают эти все твиттеры, YouTube и прочее. Этот указ как-то влияет на вот это хулиганство? Будьте добры. — Сразу же хочу сказать, что я пока немножко плыву в этом указе. То есть, что-то такое положительное произошло, и с моей точки зрения это открыло возможность, с моей точки зрения могу ошибаться, это открыло возможность людям, организациям и тому подобное судить YouTube или кого-то еще за действия, которые, может, у них написаны там где-то в правилах, но противоречат Конституции Соединенных Штатов Америки, скажем, первая поправка Конституции, там, слово, право на свободу слова и тому подобное, право на выражение своего несогласия с чем-то. Я один из тех людей, которые, вот у меня четыре видео сняли, и еще два, по-моему, на них поставили какие-то такие значки, что, мол, так сказать, там, и на них резко прекратился, даже не знаю, что они там, то ли график вайланс, то ли что-то такое у меня там такое, но, в общем-то, перестали люди друг другу их пересылать. Я знаю несколько людей, организаций, у которых просто закрывали без всякого предупреждения. Одно предупреждение, если вы будете делать еще раз, нарушать стандарты нашей комьюнити, что это значит, никто не знает на самом деле, то проходит неделя, бум, снимают, а там, там, 3-4-5 тысяч человек в этой группе, их полностью вырубают, они не могут друг с другом связаться никак, и надпись, значит, снята, потому что нарушили вот этот самый комьюнити стандарт. Что это значит, опять, никому неизвестно, но это очень похоже на то, я когда писал там пьесы, сценарии в России, когда был, кстати, в Коюзе, когда был молодой еще, то до того, как мы там что-то делали на сцене, нужно было обязательно показать цензу, ну, и получить какую-то там печать на этом. Да, вот центр что-то вычеркивал, а ты ему говорила, что вот это вычеркивало, это нарушает стандарты наши, как же они говорили? Ну, в общем, то же самое, типа, комьюнити стандарт, наша общественная жизнь уже. Абсолютно то же самое говорят вот все эти Гугла и тому подобное. Хочу напомнить всем, кто забыл или не знает, что когда Трампа избрали, 16 человек, руководители Гугла вместе с двумя, так сказать, один из которых, так сказать, человек российский, Сергей Брин, то есть двумя хозяевами его основными, собрались в комнате, где они один за другим выходили, и кто-то снимал, причем там тихонечко, а потом слил это дело. И говорили следующее, мы клянемся бороться с режимом Трампа всеми силами, которые только у нас есть. То есть Гугл, у которого сила невероятная, больше, чем когда-либо было у какой-либо частной компании на земном шаре. Такого не было, там даже заговор Ротшилда, который выдумывали, они не могли придумать с таким количеством силы. Так вот, Гугл совершенно фантастичен, Гугл, Фейсбук, что в истории человечества такого не было никогда. Вот они клялись всеми силами бороться против режима Трампа. И плакали, двое плакали. Брин вышел с такой лицом, как будто у него умерла самая любимая тетя, еще заодно и собака одновременно с этим. То есть, а что делалось на Фейсбуке? В тот момент, когда им что-то не нравится, они берут и просто убирают твою реплику, твой пост, твое замечание. Все что угодно. Причем почему-то это происходит, я не знаю, всегда-не всегда, но я слышу и вижу только реакции идет на тех, кто за Трампа, или за республиканцев, или за, условно говоря, правых консерваторов и прочее. Я, конечно, слышал, когда снимают левых, но снимают только, когда они призывают отрезать голову, убить и прочее. Все остальное им разрешается говорить сколько угодно. А за десятую долю того, что говорят консерваторы, республиканцы и прочее, тут же предупреждают, тут же снимают, тут же отрезают. И задача, или начинают писать о том, что это обман и вранье, как написали Трампу. Как они посмели вообще в речь президента присобачить к ней это обман слова? Как они вообще такое смели сделать? Главное, то, что это не обман, и это 100% и доказательства есть всего того, что он там написал. А он писал о том, что выборы, которые, когда люди занимаются посыланием, или кто-то собирает и приносит, часто приводят к обману. И на это они написали это вранье. То, что они написали, но как они вообще смели даже полезть к президенту США и рассказывать людям, прилепленные к его речи, что он лжец, это полная фантастика. Хотите сказать, что он лжет? Напишите где-то у себя на своих каких-то форумах. Ну, то есть, фантастика. И вот, я честно не знаю, что это решение Трампа, что этот указ Трампа действительно принесет. Я очень надеюсь, что то, что нам всем показалось, а именно, что теперь за вот такие вот фокусы, о которых я говорил, социальные сети будут отвечать. Вообще, удивительные вещи происходят буквально. Ну, вы абсолютно правы, это сговор, самый настоящий сговор. Ведь на протяжении двух с половиной лет публиковались материалы и на Фейсбук, и в Твиттере, где Трампа обвиняли в предательстве, и в измене Родине. И в чем только его не обвиняли, их это никак не касалось. Хотя, теперь мы точно знаем на основе документов, которые раскрыты, что это был абсолютный заговор с целью свержения законной власти. Нет, это не касалось. А что касается по почте, голосования по почте, Трамп абсолютно прав. В таких моментах тьма тьмущая фактов, абсолютных фактов, когда миллионы бюллетеней то теряются, то находятся в каких-то комнатах непонятных и так далее. То есть, это абсолютный факт. Уже не говоря о том, что в мусорном ящике нашли 300 с лишним бюллетеней, которые были кому-то даны, он выкинул эти, которые он собрал у нас, собрали у людей, у нас есть такой канвасинг, ты ходишь по домам, в Калифорнии разрешают, и ты собираешь бюллетени, собрал их, пожал всем руки, потом ты взял, выкинул их в мусорный ящик, взял 300 других бюллетеней, таких же точно, написал на них, чего ты хотел и сдал. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Во-первых, спасибо за хорошую передачу, с хорошей погодой, вас также в Чикаго и Рей. Я хотел бы задать мнение, если это возможно, по поводу президента Трампа. Во-вторых, вопрос, что президент Трамп, или какой важнейший закон для страны, кроме налогового послабления для абсолютно богатых, был принят за время президента Трампа. И, во-вторых, мое мнение, что президент Трамп это абсолютный ноль во внутренней политике. Он не управляет этой страной, он просылает твиты, и абсолютно никто на него не обращает внимания. Что он может? Он может начать войну, может начать мировую войну. Но все остальное, он не влияет внутри страны, что для нас больше всего важнее ни на что. Любой мэр любого маленького городка или даже деревни имеет больше власти, чем президент. Скажите, пожалуйста, я могу уже отвечать, или вы будете продолжать до конца нашей передачи? Нет, я уже закончил, спасибо. Спасибо большое. Давайте, хотите остаться на линии, хотите повесить трубку, я буду вам отвечать. Очень интересный вопрос. Значит, мы живем в федеральном, ну, во-первых, я совершенно не согласен с тем, что сказал взваливший, но не суть, потому что вопрос интересный. Мы живем в федеральном государстве, которое создано следующим образом. Есть 50 стран, state, штат. Это страна. Мы все время воспринимаем Соединенные Штаты Америки типа одного государства. Нет, это не одно государство. Это 50 разных государств. Значит, Европа попыталась создать нечто подобное, но неудачно. Междурожденный эксперимент у них получился. А здесь получилось. В каждом из этих штатов есть свои законы. Они во многом совпадают друг с другом, но это не обязательно. Свои законы, свое руководство, свои мнения по тем или иным поводам, и они могут определенные вещи делать, не то что даже не спросившись, а в пику федерального правительства. Это их право. Есть очень четкое разделение того, чем занимается федеральное правительство. Охраны и границы, международными делами и тому подобное. У федерального правительства есть количество земель определенных, причем во всех штатах, которые могут распоряжаться или делать что-то. И т.д. и т.п. То есть, есть определенные функции, которые лежат там и лежат сям. Я совершенно согласен с утверждением, что чиновник не может организовать рабочие места, и чиновник не может ничего создавать. Ну, просто потому, что на самом деле он и не призвал это делать. Совершенно никто не имел в виду, что чиновник будет его создавать. Самый главный чиновник в Соединенных Штатах Америки, место, за которое борются, так сказать, и мечтают получить огромное количество людей, это место под названием президент Соединенных Штатов Америки. Значит, почему все-таки, так сказать, он важен, и почему люди так это хотят? Не только потому, что он красуется на телевизоре, но и потому, что он может повлиять на климат в стране. Он может повлиять на принятие каких-то законов, потому что он не может сам голосовать или заставить кого-то голосовать, но он может выламывать руки, он может убеждать. Там, скажем, Обама очень хорошо выламывал руки. Нам засунули закон о всеобщем здравоохранении под названием Обамакэр абсолютно против желания большинства населения и более того, против желания большинства членов Конгресса, ну и Сената. Выламали руки определенное количество, подкупили определенное, знаете, Луизиана, сделка Луизианы. За сколько она подписала, значит, сенатора Луизианы? По-моему, 300 миллионов долларов дали на проект, который он очень ломбировал, ее друзья делали, и я почти уверен, что у нее там был финансовый интерес. Значит, за 300 миллионов долларов была куплена Луизиана. Так вот, значит, при том, что президент как бы лишен возможности непосредственно влиять на жизнь внутри Соединенного Штата в Америке, хотя, конечно, вы понимаете, что он влияет, да, значит, тем не менее он может опосредованно это делать. И, вот сказать, может это сделать следующим образом. Он может затягивать гайки и ухудшать, затягивать гайки, плохое слово, да, закручивать гайки и ухудшать атмосферу для бизнеса в стране. Делается это выпуском огромного количества очень важных, там, для кого-нибудь, но очень плохих для бизнеса, скажем, правил, указаний. Я владел и владею малым бизнесом, и я знаю, как сложно было вести во времена, скажем, Обамы, даже того же Буша бизнес. Значит, второе, что может сделать президент, это может повлиять на, скажем, налоговую ситуацию, выступив с целым рядом предложений, убедив Конгресс принять этот закон, пробив его, да, так сказать, проломбировав этот закон. Третье, он может, скажем, ограничить заезд людей, которые отнимают у самых низкооплачиваемых американцев их работы, из-за этого самые низкооплачиваемые американцы садятся на вэлфер, там, и прочее, и прочее. И из-за этого, вместо того, чтобы стать теми людьми, которые продуктивно живут и вкладывают что-то в страну, они становятся людьми, которые мы сначала платим за ту работу, которую немножко меньше, значит, за ту работу, которую делают иностранные нелегалы, а потом мы платим вэлфер, там, за обучение, за то, за все, за медицину, всех тех людей, которые работали бы, но, так сказать, не работают, а сидят у нас на шее. Я не хочу ничего плохого не сказать, потому что их поставили в это положение. Они просто не учились в школе, выбрали какую-то свою такую дорогу, согласны рыть канавы, там, согласны получать по минимуму и т.д. Значит, президент может лоббировать увеличение минимальной оплаты, что приводит к банкротству огромного количества бизнесов и т.д. То есть, президент либо создает атмосферу, которая положительно действует на жизнь страны и на развитие бизнеса, на улучшение жизни среднего класса и т.д., либо он действует отрицательно, то есть, он создает ужасную атмосферу, при которой бизнесы хотят уезжать в Китай, при котором идет отток людей умных из нашей страны и какие-то другие страны, как произошло, скажем, в Англии, из-за чего Тетчер была избрана и, так сказать, произвела там полную революцию в свое время. И вот, если вы посмотрите, у меня еще есть время, Сережа, или мы уже прорываться, и не дальше? Да, конечно, конечно. Не-не, продолжаем. Есть, да? Я еще минуты три чуть-чуть порассказываю, да? Значит, посмотрите на ситуацию, когда, скажем, там, звонивший явно не любит республиканцев, давайте посмотрим на демократов. Пришел, значит, JFK, Кеннеди, который, что он сделал? Он сделал то же самое, что сделал Реган, и он сделал то же самое, что сделал Трамп. Он понизил налоги. Понизил налоги и снял огромное количество регуляций. Не настолько много, как Трамп, но все-таки. И за время своего правления шесть лет его убили, так сказать, он не досидел восьми, да? Значит, он прибавил порядка шести миллионов рабочих мест этими вот своими дерегуляцией так называемой, да? Пришел Троналд Реган, уже республиканец. Просидел все, так сказать, годы, последние, там, скажем, год-полтора-два, так сказать, у него бы уже не очень хорошо с Салтсхаймером, не очень хорошо со всякими другими делами. То есть, шесть лет активного действия привело к восьми миллионам новых рабочих мест. Три года, ну, скажем, почти три, так сказать, три с половиной года работы Трампа привело к организации шести миллионов рабочих мест. К самой низкой безработице среди женщин, по-моему, за сто лет, самой низкой безработице у черных за все время существования Америки, к самой низкой безработице Латино за все время, самая большая добыча всяких углеводородов. Поэтому мы стали не импортерами огромного количества там нефти и тому подобное, и платить миллиарды, триллионы денег кому-то, дяде Васе какому-то. А мы стали экспортерами как газа, так и нефти. То есть, нам теперь платят за них, а не они. Доведена безработица в таких штатах, там, Монтана, Северная Дакота и тому подобное до двух процентов. Два процента это просто, когда люди переходят с одной работы на другую. Два процента считается ноль безработицы. Значит, если бы калифорнийцы захотели бы действительно зарабатывать деньги, а им не платили бы, так сказать, запрос так, да ничего не делали, они бы поехали в Дакот и прекрасно в этом жили. Но они хотят. Они хотят жить в Калифорнии и продолжать получать деньги, сосать из общей кассы, потому что да ими. Значит, вот за три года, три с половиной года, что Трамп был президентом, достигнуты феноменальные результаты в развитии промышленности, в снятии безработицы. Порядка двух-трех миллионов человек перестали получать фудстемпы, которые начал раздавать, так сказать, вынужден был раздавать Обама, потому что его политика привела к дикому увеличению людей, которых необходимо было кормить за счет общества. Ребята, фудстемпы, это просто звучит так. Это значит, что у огромного количества людей, у сорока миллионов не хватало денег на еду в Америке. И им из общака давали деньги, чтобы они питались, жратву давали. Из этого количества людей три миллиона, четыре, я сейчас не помню точно, было снято с этого. Это гениальное, совершенно достижение, потрясающее. А как насчет того, что женские бизнесы выросли намного? Количество выросло, начали получать много денег. Как того, что впервые за 20 с лишним лет нет зарплаты стали расти. Потому что они росли, но учитывая инфляцию, выяснялось, что ты получал в конце сезона Обамы 8 лет меньше, чем ты получал вначале. А что происходило с расовыми делами в Америке, когда пришел Трамп к власти? Кошмар. Каждый день что-то происходило. А что происходило с ИГИВом, с убийством, с терроризмом, когда пришел Трамп? Ужас! Не прошло и года. Ведь борьба с терроризмом в какой-то там Сирии, в Ираке, это не выехать туда. Это значит, они не будут приезжать сюда. Значит, у них нет своего государства, которое готовит удары по нам. И который воодушевляет огромное количество молодых мусульман по всему миру, для того, чтобы они становились тоже джигадистами. Они ночью от недостаточной половой активности, им сны снятся, что они убийцами стали. А сейчас им перестали сняться сны, потому что они знают, что их убьют. Убьют! Или поставят тюрьму на 30 лет и тому подобное. То есть, Трамп сделал столько для этой страны, сколько, я думаю, ни один за 120 лет существования Америки в 20-21 веке ни один президент столько не сделал. Уж не считая, конечно, FDR, а просто подонка и убийцу. С моей точки зрения, он считается великим президентом у демократов. Так что, господа, это был просто, знаете, как бывает, ковбой-неудачник. Я сейчас заканчиваю. Ковбой-неудачник, он, когда пытается попасть ногой в седло, он все время попадает ногой лошади, извиняюсь, в зад. Почему? Да потому что он неудачник. Вот наш позвонивший, он наш ковбой-неудачник. Вместо того, чтобы попасть там не в седло, а там, как называется, куда ногу вставляют, да, в стремя, он попал лошади в зад. Ну, а сейчас давайте пойдем на перерыв. Давайте сделаем перерыв. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Голос здравого смысла. Телефон в студии 847-400-5200. Леон, если не возражаете, давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Это опять я. Я прекрасно выслушал ответ уважаемого вашего ведущего на мой вопрос. Очень рад, очень подробно. Но я хотел бы еще один вопрос задать. Почему при Трампе в Америке введен коммунизм? Что я имею в виду, что сейчас люди, которые не работают и получают пособие по безработице, получают больше денег, если бы они работали. И поэтому никто, я просто в курсе, потому что нельзя работников найти. Никто не хочет возвращаться на работу. Это, мне кажется, Трамп, то, что он говорит, и то, что он делает и не делает, это абсолютно огромные разницы. Можете ли вы это объяснить? Почему при Трампе в Америке введен коммунизм? Спасибо за ваш будущий ответ. Ну, прекрасно. То есть, не получилось с одной стороны укусить, сейчас пытаемся укусить прямо противоположный, причем при этом противоречим своему самому первому вопросу. Гениально. Значит, ответ. При Трампе коммунизм в Америку не введен. Я даже не понимаю, что вы имеете в виду под коммунизмом, потому что слово коммунизм и понятие имеют совершенно определенное значение. Развитой социализм, может вы имеете в виду, но у нас нету права на средства производства, все еще принадлежат частным людям. То есть, никак ни коммунизм, ни социализм не может быть. Теперь, если вы имеете в виду социализм, который фашизм, и называете его коммунизмом, то это тоже, значит, там права на средства производства принадлежат частным людям, но они не имеют права ими распоряжаться по своему усмотрению. Это фашизм. То есть, не имеют права производить то, что они хотят. Они должны, так сказать, получить разрешение и не имеют права подпродавать то, что они хотят, не имеют права назначать цены и тому подобное. Иногда им дается это право, но государству следит. Что-то не нравится, а он тут же говорит, нет, и вы подневольны. Это фашизм. Значит, при Трампе введен коммунизм. Для меня фраза настолько абсурдная, что я, честно говоря, думаю, что этот человек придумал ее прямо сейчас для того, чтобы он хоть как-то укусит что-то. Нет, не введен, еще раз. Теперь, значит, было начало вот это, а потом был представлен, значит, такой пример. Я знаю людей, которые сейчас получают больше, чем если бы они там полси, когда они были на работе. Ну, я сразу вам хочу сказать, что вы опять перепутали. У нас другой орган занимается с законами. У нас другой орган занимается кошелек страны. Это не Трамп. Трамп это, вот скажем так, супермаркет существует. Хозяева супермаркета решают, чей этот супермаркет будет продавать и какая ценовая категория, какая будет реклама и так далее. И берут менеджера в этот супермаркет, чтобы там был порядок, чтобы их указания исполнялись и чтобы он распределял средства таким образом, чтобы правильно шли в ту сторону, в которую хозяева решили. Это роль менеджера. Такая же точно роль и у президента, но правда, в нашей Конституции записано так называемое три единства власти. Я помню, это из католической церкви. Значит, три ветки власти у нас. И этот менеджер выведен в каком-то смысле на уровень как совета директоров, хозяев, так и, скажем, так сказать, те, кто проверяет. То есть проверяет, оценивает и выносит свое какое-то решение, когда существуют диспуты между исполнительной и законодательной властью. И вот в вопросе при Трампе коммунизм, а потом сказать, что Трамп дает больше денег людям, они не хотят возвращаться на работу, это надо быть таким антитрампистом, что когда у вас идет дождь и течет крыша, говорит, при Трампе крыша, сочекола, вот какая он сволочь. Я помню, я когда приехал в 73-м году в Израиль, я попал первый раз на пляж, на Средиземное море, пляж. А в этот момент там уже было какое-то количество людей, которая пробыла там 6 месяцев, 8-10, то есть где-то в конце 72-го, начале 73-го из Вильнюса поехали какие-то люди из Питера, туда-сюда. И вот познакомились мы с неким человеком русскоговорящим, хороший день, на пляже много людей, он что-то с нами поговорил, а потом пошел забирать свое полотенце, а там рядом уже легли люди с его полотенцем. Он схватил полотенце, пришел к нам и сказал, я ненавижу этих евреев, не успел встать, они уже легли рядом с моим полотенцем. Он уехал очень скоро оттуда, он был такой еврей-ненавистник евреев. Так вот я очень советую, а человек, который позвонил, на время, что Трамп еще президент, отвалить куда-то и пересидеть там в Коста-Рике, если у него и дерзкий друзья. Так как я почти уверен, нельзя быть 100% уверен, но почти уверен, что в ноябре Трампа опять выберут, то я ему очень рекомендую, чтобы он не закончил жизнь в больнице с постоянным хроническим болями в области желудка, от политических несогласий обычно портятся у людей с желудком, там всякие проблемы возникают. Просто уехать отсюда и получать свою пенсию где-то в другом месте и жить значительно лучше, чем он жил бы на эту пенсию в Америке. Вы абсолютно правы, хочу выдержать напомнить, что вот в критической ситуации, когда люди остались без средств к существованию, огромное количество людей на сегодняшний день, около 40 миллионов человек, не имеют работу. И я хочу напомнить, что те, кто распоряжается кошельком, во главе этой банды стоит Нэнси Пелоси, она на две недели затянула принятие этого закона, так сказать, чтобы оказать помощь и так далее. Так вот, ее усилиями им-то ведь все равно, потому что на их стороне проститутки и средств массовой информации, на их стороне вся мидия, на их стороне гугл, шмугл, твиттер и прочие, вот такие новотрамперы на их стороне. Поэтому им до фени было, как люди страдают, они настояли на том, это их инициатива, это не было инициативой Трампа. Единственное, что можно было сделать Трампу, это наложить вето на этот закон, но тогда бы миллионы людей остались без средств к существованию. Абсолютно, так они на это и рассчитывали. Они на это и рассчитывали. Они предлагают тянули, чтобы Трамп не мог ничего сделать. То, что они принесли, то он вынужден был бы принять, потому что, дело в том, даже политический, так сказать, по нему удар, а в том, что люди пострадали. Так в этом ты и разговор. И очень жаль, что человек вроде бы уже взрослый, или просто ненависть настолько затмевает рассудок, что он этого не видит, не понимает. И еще, что касается реформы, налоговой реформы, как он выразился, исключительно для богатых. Похоже, человек не очень знаком вообще с налогами, а возможно, вообще не платит налогов. Потому что, если бы он платил, он бы знал, что в тот момент, когда федеральное правительство во главе с Трампом снизило налоги, то местный ублюдок, который сидит в Спрингфилде, тут же повысил налоги на инконтекс. То есть, по сути дела, федералы дали возможность, дали отдушину народу, и тут же местный демократ эту дырку заткнул, повысил местные налоги. Кроме того, повысил налог на бензин в два ровно раза. Кроме того, если вы помните, стикер на ваш номер стоил 100 долларов, теперь стоит 154 доллара. В общем, понимаете, объяснять человеку, который, ну, объяснять религиозному, так сказать, что бога нет, это вот то же самое, что объяснять этому человеку. Если люди в Ильинойсе нравятся, что с них берут больше налогов, что их заставляют там сидеть, когда совершенно не нужно по домам, что их бизнесы закрывают, если им это нравится, то они это получат и дальше, и все будут продолжаться, и будет все хуже и хуже и хуже. Да, им, наверное, будет приятнее, и приятнее, и приятнее. Некоторым, может, это не нравится, но лишь бы не Трамп, лишь бы не Трамп. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вот то, что Трамп подписал вчера закон вот этот, о снятии ограничений о судебном преследовании Твиттера, Гугла, Ютуба, я считаю это просто замечательно. Помните, когда этих в пекарне отказали с торт-печь этим гемосоциалистам? Так вот теперь, когда вас снимут ваше какое-нибудь объявление с Ютуба, с Гугла или с Твиттера, вы можете точно так же судить за дискриминацию. Понимаете, в чем этот закон? Совершенно верно. Я читал несколько раз и так и не понял, я еще ни с кем из юристов не разговаривал. Я направление общее понял, даже об этом говорил, но в законе не разобрался. Я не понимаю плюсов, минусов, потому что всегда есть какие-то минусы, когда любой закон, который государство выпускает, он просто не убирает все предыдущие законы, всегда есть какие-то минусы. Поэтому надо разобраться. Если вы юрист, я буду очень благодарен, скажете несколько слов. Если нет, то мы попробуем. Нет, я не юрист, но вот просто теперь вы можете судить любую платформу, которая сняла ваш твит или там высказывание или выставленный Ютуб за дискриминацию. Понимаете? То есть, как бы отчасти лишается иммунитета. Спасибо большое за ваш звонок. То есть, если этот закон был создан потому, как вот эти были представлены как платформы независимые, то есть, они не могли отвечать, они объясняли тем, что мы не можем нести ответственность за то, что пишут пользователи в Твиттере или в Ютубе, размещают что-то в Ютубе или что-то пишут в Фейсбук. То есть, мы к этому не имеем отношения, мы предоставляем платформу, а уже кто что пишет, это их дело и как бы законодатель. Но, Сережа, это другое что-то совершает. Секундочку. Сказал вот наш звонивший, что разговор идет о том, что мы можем судить за то, что Твиттер снял. Правильно. Это не в отношении не имеет к тому, что Твиттер отвечает или не отвечает за то, что у него на поле стоит. Нет. Я говорю, почему был принят этот закон, что лежит в основе этого закона. То есть, они не позиционировали себя как издатели или там редакторы чего-то. Они просто предоставляли платформу. Но когда они... Они, условно говоря, площадками, которые ты можешь положить там прикрепить, какой обилик. Такой гайд-парк, выходят люди там и чего-то говорят. Это их дело. Но когда Твиттер, Гугл или там Фейсбук начинает цензурировать и определять, что можно, что нельзя, что правда, что неправда, то вот они начинают выступать в роли издателей. И в этом случае Трамп не может поменять закон, он внес даже не изменения в закон, а какие-то положения, которые, если они поступают таким образом, если ими движут какие-то мотивы, и они что-то делают, то тогда с них, как бы, им можно предъявлять претензии. То есть, какие-то органы могут разобраться, провести расследование. На каком основании, почему, что... Кстати, вот то, что они прицепили к твиту Трампа по поводу mail-in, вот, по почте голосования, они в качестве аргумента предоставили ссылку на CNN и на Вашингтон пост, на публикации CNN и на публикацию Вашингтон пост. Эти две проституирующие конторы, леворадикальные, абсолютно ненавидящие Трампа. То есть, вся их задача на последние там 4-3 года, почти 4 года, заключается в том, чтобы облить его грязью и попытаться, так сказать, от него избавиться. И вот на них ссылается Твиттер, как бы, аргументируя свой вот этот вот лейбл, что это не совсем правда. Это не я, это другие подонки. Да. Так что, я думаю, ну, когда-то этому нужно было положить конец, потому что они собираются, они решают, они решают, что мы должны от этого избавиться, от этого оранжевого в Белом доме, и давайте будем. А у них, вы абсолютно правы, у них колоссальные возможности. Миллионы, сотни миллионов, миллиарды людей, пользователи Фейсбука, они заглушают голос, так сказать, консерваторов, они снимают рекламу, когда вот шли промежуточные выборы, сенатор Блакберн из Теннесси, значит, ее рекламные ролики были сняты, рекламные ролики Трампа сняты, там, не допускают в эфир. Почему? На каком основании? Поэтому пусть отвечают. Или пусть тогда уже будут, как изначально, вы площадка, вы платформа, кто публикует, тот и несет ответственность. Вот он отвечает за то, что он опубликовал. Вот как-то так. Как-то так. Так, у нас остается буквально четыре минутки времени с Китаем. Похоже, отношения наши совсем натягиваются, и не без оснований. По-моему, Трамп, он должен, кстати, был, по-моему, сегодня или завтра сказать по поводу нашего ответа Китаю. Да, он сегодня должен говорить, и вполне возможно, потому что вот мой телефон во время нашей передачи свякнул на том, что Трамп вышел, так сказать, на пресс-конференцию. То есть, прямая трансляция у меня была написана, но я, естественно, господа был с вами, а не полез туда. Поэтому, может быть, уже как раз отговорил, мы еще об этом не знаем. Дело в том, что с Китаем на самом деле ситуация невероятно сложная. То есть, вот насколько она может быть сложной, а настолько она сложная с Китаем. С одной стороны, Китай – это государство, которое, ну, скажем так, никак не собирается действовать в рамках международных соглашений. Хотя, так сказать, что называется, берет Take Advantage, как-то по-русски сказать, получает от этих соглашений, значит, положительное все, что можно. Например, соглашение, которое подписано в 2002 году о преступлении в ВТО, всесоюзное, так сказать, это самое, всесоюзное. Всемирная торговая. Всемирная торговая. Всемирная торговая, да. По Фрейду, поговорка по Фрейду. Они пообещали, что, значит, да, им дали права, как развивающейся стране, причем права бессрочные, вот это меня поражает совершенно, как нормальные люди, бюрократы это делают, потому что ни один бизнесмен никогда в жизни не писал бы ничего бессрочного. Значит, не на 5 лет, не на 10, а им бессрочно дали права, мол, когда изменится, мы изменим. А завозить в любые развитые страны любые свои товары, так сказать, ну там, какой-то минимальный там, и мы не имеем права этому препятствовать, но зато они имели право препятствовать заводу любых иностранных товаров, потому что они защищали молодую, неразвившуюся экономику. Так вот, они давно уже, вторая в мире экономика, давно уже развелись, давно уже, давно уже, давно уже. А пользуются всем тем же самым, что позволяет им завозить к нам на 650 миллиардов долларов, чего угодно. Значит, они еще и субсидируют целый ряд отраслей, и, так сказать, из-за этого они подсекают цены. То есть, понимаете, что это значит, да? А подсекая цены, они делают себя единственным в мире поставщиком, который может по определенной цене, значит, продавать товар. В то время, как для других это стоит столько изготовить, а не обязаны продавать дешевле. Вот, они вышибли, скажем, китайцы вышибли таким образом антибиотики с американского рынка полностью все, по-моему, полмира пользуются их антибиотиками. Сегодня мы поругаемся с Китаем, и они скажут, ах так, тик-так, то у нас больше не будет антибиотиков. Ноль. Мы позволили себе залезть в кошмарную зависимость к Китаю, государству, которое всех обманывает, все обманывает, ворует технологии, засылает нам под... У нас учатся 380 тысяч китайских студентов, из которых несколько десятков тысяч, это не моя информация, информация ЦРУ, являются сотрудниками спецслужб, которые под личиной студентов приехали сюда, чтобы воровать те технологии, которые в процессе разработки. Не те, которые уже можно своровать, потому что они готовы, и по ним что-то делается, а в процессе разработки. Это огромная операция, которая у них имеет там свое название, там тысячи чего-то, я не помню чего. Кроме того, они занимаются тем, что они воруют умы. Умы вороваться, с их точки зрения, так. Подкупить американского исследователя, скажем, сдать ему там миллион-полтора-два, за то, чтобы он передал информацию о исследовании, которое стоило нам 5 миллиардов долларов, разницу чувствуете, да? И которое вот закончилось, и сейчас мы готовы приступать к производству чего-то на этом основании, бац, Китай его тоже получает. Но Китай может теперь, не потратив миллиардов долларов, изготавливать изделия на основании этих же, так сказать, исследований наших и тому подобное, по значительно меньшей цене, потому что им не нужно возвращать деньги на исследование. То есть Китай – это всемирная гидра сегодня, которую надо останавливать, но проблема-то в том, что предыдущие 20 лет президентов дали возможности и европейских руководителей, дали возможность ему так прорасти в нашу экономику и в нашу жизнь, что просто обрубить эти щупальца будет практически невозможно. Поэтому задача с Китаем невероятно сложная. Ну, еще одна проблема с Китаем, что он в любой момент может войти, так сказать, в союз с Россией и начать расселяться по России, дать крышу России, крышевать, да, за то, чтобы ее никто не трогал и позволит России, как Северная Корея, совершать все то, что, так сказать, все тот кошмар, который делает Северная Корея, только умноженное в 100, а их будет крышевать Китай. Вот это нам нужно всячески избежать. Когда-то Никсон из-за этого их перетащил из Советского Союза в нашу сферу влияния и в каком-то степени ВТО, значит, их впустили именно для того, чтобы оторвать их от России. Но все, так сказать, сделали это, сделали это по-дурацки. И сейчас мы расплачиваемся за идиотизм тех людей, которые не умеют сделать договора, не умеют их подписывать и ввергли США вот в этот кошмар. Леон, огромное спасибо. До встречи в следующий раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин